Всем привет, дорогие друзья, и я рад приветствовать вас на неочередном шоу «Говорит и показывает ШАК». С вами, как всегда, я, Данил Чурко, студент Одесского технологического университета ШАК. И сегодня у нас в гостях, а точнее даже у себя в гостях, Дмитрий Корчевский, генеральный директор и основатель компьютерной академии ШАК, филиалы, которые расположились уже в 20 странах нашей планеты, начиная от Швейцарии, заканчивая Камбоджи. И, Дмитрий, сразу хотел вас спросить, знали ли вы в детстве, кем вы хотите стать? Да, знал. Я хотел стать математиком. Вот у меня мечта была, я всем говорил, я хочу стать математиком. Ну, по понятным причинам у меня папа математик, бабушка математик, дедушка математик, прабабушка и прадедушка, и тетя, и дядя. Я, по-моему, 15-й математик в семье, поэтому у меня вариантов не было. Вот так. Спасибо. То есть, у вас все началось в сторону того, что у вас была четкая цель, и как у вас в конечном итоге зародилась идея создания ШАГа? Нет, цели у меня не было. Я просто хотел и знал, кем я хочу стать. Вернее, даже не так, как у любого ребенка, в ответ на обязательный вопрос какого-нибудь нового, взрослого, а кем ты хочешь стать? У меня был ответ, который сразу бил всех на повал, потому что математик была непопулярная. Популярная была космонавт, популярная была пожарник, даже бизнесмен тогда еще не был популярным. Вот я еще из того времени. Вот хотел спросить по поводу того, когда ШАГ вообще зарождался. Это было в 1999 году, когда меня еще не было. Он родился в это время, а зарождался он раньше. Вот, предваряя этот вопрос, ты меня спросил, как она вообще, идея пришла. На самом деле, все очень просто. Идея пришла от той же проблемы, как все, наверное, современные бизнесы, от личной собственной проблемы, потребности. Я после того, как уже вырос, я понял, что математика это не совсем то, я захотел стать программистом. Тогда это было еще очень такая, ну, сейчас это мейнстрим, а тогда это был такой арт-хаус. Это было круто, модно, было очень мало программистов, потому что компьютеров еще было очень мало, их почти не было. Мой первый компьютер был программируемым калькулятором, но и я на нем писал игры, и нормально, как бы можно было, в принципе, развлечься. Так вот, я хотел стать программистом, а в университетах программистов не готовили. Поэтому пришлось все-таки поступить на Мехмат, потому что там вроде бы как они перестраивались. Было два места, которые тогда как бы условно готовили программистов. Одесский Мехмат и Политех, тоже одесский. И я, выбирая между двумя, выбрал Мехмат, потому что там конкурс был лучше, больше. Ну, то есть, казалось бы, что там будет правильнее. Но, проучившись 6 лет на Мехмате в магистратуре, потом еще 3 года в аспирантуре, мне хватило понять, что там все-таки готовили математиков, а не программистов. Поэтому я в итоге понял, что в Одессе нету пути, по которому такой молодой человек, как я, сможет стать программистом. Поэтому пришлось пойти в этом направлении уже самостоятельно. Есть потребность, нету компаний, которые реализуются, значит, это буду делать я. Хотя, надо отдать должное все-таки курсов тогда, компьютерных разных. Была вагон и маленькая тележка. И мне все говорили, ты собираешься обучать, посмотри, сколько их там, наверное, 40 было разных. Но я знаю, что я сделаю это лучше, чем другие. Потому что к тому времени я уже сам стал программистом, не благодаря Мехмату, а скорее вопреки. Потому что я уже ходил по компаниям, устраивался не на работу, я предлагал им решение, как фрилансер. Давайте я вам сделаю, напишу. Один из нас тогда не было, я там писал и бухгалтерию, не было складского учета, я писал складской учет. Не было программ, даже интернета тогда еще не было. Но надо было писать системы, которые позволяли филиальным компаниям взаимодействовать по складам, по продажам, обмениваться товаром, логистику. Я это все разрабатывал, я уже понимал, что нужно. Поэтому, когда я открыл Академию в 1999 году, у меня уже был большой бэкграунд самостоятельного обучения. Ко мне приходили люди, ну, во-первых, я обучал компании, людей пользоваться своими системами. Кого-то я обучал пользоваться компьютером. Ко мне приходили родители, приводили своих детей и говорили, слушайте, я вижу, что у вас отлично получается, это интересная профессия. Хочу, чтобы мой сын, так же, как и вы, развивался в этом направлении. И я давал частные уроки. И в итоге получается, что я понял, что миру нужен не просто какой-то набор курсов, а миру нужна системная программа, которая бы брала человека с нуля и приводила его на уровень, где он может быть востребован рынком. Тогда это было проще, честно скажу. Тогда, если ты умел программировать, я не знаю, на C++, ты уже был богом, потому что никто вообще ничего не умел. Ты приходил, мог решать любые задачи. Если ты мог собрать компьютер, ты был просто гений компьютерной технологии. Поэтому первая наша программа была всего лишь год. Но пока мы обучали год, мы поняли, что мы не успеваем всего дать, что нужно. Поэтому следующая продолжительность стала полтора года, потом два года, и вот она сейчас дошла до двух с половиной. Это мы говорим про профессиональное компьютерное образование. Ну а через 17 лет, ну на самом деле раньше, где-то лет через 10, мы перешли в систему высшего образования. Но там уже понятно, у нас разошлись возможности, и уже пять лет, четыре года, это куда больше, чем два с половиной. Да, это очень круто, исходя из того, как я выбирал, куда поступать, в какой университет, и на своем опыте убедился, что шаг – это очень хорошая перспектива для развития себя как компьютерного специалиста и программиста в дальнейшем. Хочу спросить у вас о том, нужна ли математика программисту, как вы считаете, после всего периода вашего образования, который вы получили? Я бы сказал так. Программисту нужен ум или интеллектуальные способности. Предположим, условно говоря, мы говорим о воине каком-нибудь, который сражается, и главная его сила в скорости реакции, умении вовремя достать меч и мускульной силе. Как развивать воина? В прошлых веках, я думаю, что были какие-то тренировки. Я, кстати, был в Иране и видел древнюю подготовку иранских воинов. И, несмотря на то, что они сражались на мечах, их подготовка была вообще никак не связана с боем. Они отжимались, они какими-то здоровыми битами крутили, они как-то там прыгали-падали, вставали, прыгали-падали. Только фитнес ни капельку не похоже на бой. И я подумал, что это невероятно похоже на тот процесс обучения, который у нас сейчас есть. То есть, как мы думаем, надо воевать? Ты должен тренироваться как саблей на голову и друг с другом мочить. Но это не так. Ты так не научишься, ты так, скорее всего, раньше времени помрешь. Потому что ты должен накачать мышцы, накачать скорость реакции, наладить тело, а только после этого начать это применять. С математикой и программированием та же самая ситуация. Мы удивляемся, почему такое большое количество математики, она вроде никак не применима. Где я буду эту тригонометрию, интегралы, синусы, косинусы использовать? Жизни этого нет. Нет. Так же, как и в жизни военного, нет отжимания, подбрасывания бит каких-то, прыжков и тех действий, которые они делают. Просто все это направлено на формирование мышц, скорости реакции и тех навыков, которые им понадобятся в бою. В математике это прокачивание того, что понадобится программисту в будущем. Умение решать задачи, умение мыслить, умение абстрактно мыслить, формирование абстрактного вообще принципа мышления. На самом деле, нейробиологи давно изучают возможность прокачки мозга. Как мы можем прокачать мозг так, чтобы количество и плотность нейронных связей было максимальное? Это главная задача, потому что умный человек от глупого отличается только качеством нейронных связей, их плотностью. Искали разные способы прокачки, от химических до тренировочных. И вот обнаружили, что лучше всего прокачивают нейронные связи, абстрактные задачи, абстрактное мышление, операции с абстрактными объектами. И нету на сегодняшний день и не изобретено ничего лучше, чем прокачка мозга с помощью математики, которая строится в основном исключительно на абстракциях, на абстрактных объектах. Которые иногда и в жизни очень тяжело что-то зацепить. Я, честно говоря, отучился 6 лет на Мехмате. Я боюсь, что ничего из тех знаний, которые я получил, именно знаний, я не применяю. Но я себя очень хорошо чувствую с тем, как это, мускулистным мозгом, который мне достался в связи с тем, что я пахал как проклятый для того, чтобы сдавать сессии, решать эти задачи. И мне это сильно, я надеюсь, помогает в бизнесе. Потому что именно в бизнесе я применяю тот опыт, те навыки, которые я получил во время учебы именно над математическими задачами. Потому что иного способа прокачать мозг на самом деле не было, а эффективнее, кроме математики, еще ничего не придумали. Поэтому, когда мы планировали программу подготовки в рамках университета по математике, был вопрос, стоял, насколько глубоко давать математику. Настолько ли глубоко, чтобы можно было пользоваться этим в будущем. Например, ряды Фурье. Вот интересно, какое количество программистов пользуются разложением в ряды Фурье, например. Да, я думаю, что достаточно. Поэтому надо. Значит, что должно к рядам Фурье подвести? Там все есть математический аппарат, там пределы, я не знаю, там и так далее. Что понадобится для решения. Но этого достаточно или нет? Я считаю, что нет. Потому что чем больше мы будем напрягать мозг, решение абстрактных задач, изучение абстрактных дисциплин, операциями с абстрактными объектами, тем лучше будет голова у наших студентов, тем более сильными они будут в будущем. И опыт показывает, лучшие, наиболее успешные бизнесмены имеют математический бэкграунд. Я считаю, это неплохой аргумент и козырь для того, чтобы изучать математику. К сожалению, далеко не все студенты это понимают. Я их в конечном итоге тоже понимаю. Они не могут понять. Им никто не объясняет, что это тренировка, это тяжелая тренировка. Вот так же, как эти иранские будущие военные или будущие, не знаю, борцы или тренировались, делая непонятную, с первого взгляда тяжелую, но ненужную работу. Но они верили в то, что опыт, знание, силы помогут им в будущем быть непобедимыми. Они в это верили. Почему-то наши студенты в это не верят, что математика сделает их так же в бизнесе непобедимым. Очень жаль. Жизнь их научит. Возвращаясь к вопросу о том, когда вы открывали первый филиал Академии, было очень много других школ, которые параллельно с вами запускались. Как вы считаете, почему у Шага получилось выстрелить? В конкурентной борьбе побеждает умный, сильный и быстрый. Мы были именно такими. Но на самом деле, это не конкуренция, как блендомет конкурирует с какой-нибудь другой зубной пастой, а head and shoulders с каким-нибудь другим шампунем. Это конкуренция идеологии. Потому что мы выбрали свою идеологию, мы нашли свое место на рынке. Мы говорили, мы не будем заниматься ерундой, обещать людям стать программистом за 3-6 месяцев. Мы не будем врать о том, что можно быстро научиться. А спрос на рынке был огромный. Именно быстро. Мы хотим быстро войти, мы хотим стать специалистами. Мы говорим правду людям. Это невозможно. Не надо обманывать себя и других. Да, у нас очередь выстраивалась людей, хотя хотим быстро, дайте нам за 3 месяца. Дайте нам, научите нас программировать C++, мы хотим, или там Java, мы хотим стать программистом. Вы, выучив язык, программистом не станете. Так же, как выучить, как держать правильно скальпель, вы не станете хирургом. А научить пользоваться фотоаппаратом, вы не станете фотографом. Потому что это куда больше. И как бы не хотели женщины рожать за 2 недели, извините, ходите 9 месяцев. А если хотите за 2 недели, тоже можно. То есть, они могут родить, но это называется выкидыш. Это нежизнеспособный ребенок. Поэтому мы не хотели готовить выкидышей. Мы не хотели готовить нежизнеспособных программистов. Поэтому выбрали свои пути. И как показала практика, это было правильно. Но это не мешает существовать с нами другие организации, которые готовят в короткий срок. И кто-то туда идет. Понятно. Исходя из последних новостей, связанных с нашим человечеством, мне могло с ней спросить о том, что произошло в последнее время. Так как за последние 20 лет такого, скорее всего, не было. Как Академия ШАГ встретила карантин и пандемию? Как это отразилось на внутренней составляющей Академии? На нашем веку это четвертый кризис. Четвертый. Конечно, такого не было. По опыту у нас кризисы были разные. Но такого действительно не было. Я не считаю, что это самый страшный кризис. Страшнее было, когда скаканул курс вверх в 3,5 раза. И люди потеряли большую часть дохода. Это было тяжелее. Но, как показывал опыт прошлых кризисов, для нас кризисы всегда оборачиваются ростом. И следующий после кризиса год, он для нас самый яркий, самый большой. Поэтому мы должны пережить кризис, воспользоваться возможностями кризиса. А дальше нажать на газ и взлететь, как ракета. Поэтому я к этому готовлюсь. Я знаю, что такое кризис. Это как землетрясение. Крепкие здания выстоят, а всякие домики ниф-нифа и нуф-нуфа, они разрушатся. Поэтому на их месте ты можешь пристроить себе еще какое-нибудь здание. Во время кризиса не только разрушаются здания, а на улицу выходят специалисты, к которым раньше мы бы не могли попасть. Мы не можем дотянуться до них. Соответственно, они на рынке труда становятся доступными и мы приглашаем их к себе в компанию, таким образом усиливая команду. Во время кризиса освобождаются новые рынки, потому что старые компании под тяжестью своей не могут выстроить. И, соответственно, мы можем зайти на новый рынок какой-то, на который мы раньше не заходили. В частности, я прогнозирую, что рынок дистанционного среднего образования сейчас будет очень хорошо расти. И я планирую на этот рынок выйти, хотя всегда был против и до сих пор против дистанционного образования. Но спрос на него сейчас будет большой, а я теперь знаю, как сделать так, чтобы дистанционное образование было по максимуму приближенное к нормальному образованию. И чтобы родители сильно не потеряли. Благо, тот опыт перехода на дистанционное образование, который мы пережили за последний момент, показал, что мы очень крепкие в этом плане. И наши специалисты могут сделать это достаточно качественно. А как преподавательский состав и внутри Академии ШАК отнеслись к изменениям? Да, у них был выход. Выбора нет. То есть, мы, понятное дело, хотели бы, все мы хотели бы работать очно, но нас заставили уйти по домам. Поэтому, безусловно, я уверен, что где-то кто-то что-то хорошее увидел, где-то кто-то что-то плохое. Не бывает однозначно плохого или хорошего. Я в карантине нашел что-то свое, увидел какие-то возможности. И я вижу, что многие начинают привыкать даже к тому, что можно там в трусах преподавать. Ну и главное, чтобы сверху было все хорошо. Но я считаю, что преподавание это не передача знаний. Преподавание это коммуникация более глубокая. Как психолог, я знаю, что люди общаются, передавая друг другу информацию не только вербально. То есть, информация занимает только 10% нашего общения. Все остальное это 90% информации идет невербально. Положение тел, эмоции, взгляд, одежда, запахи. Это вся информация, которую мы тоже передаем. Она тоже впитывается. И профессиональные преподаватели умеют это использовать. Они могут посмотреть так, что у тебя мурашки пойдут. А ты можешь прийти с невыполненным домновательным заданием. И ты чувствуешь, что преподаватель об этом знает. И чувствуешь, что он недоволен. Но тебе слово не скажет, а ты будешь в следующий раз сильно-сильно-сильно переживать, чтобы, не дай бог, не попасть в эту ситуацию еще раз. Это все не слова. Это все то, что преподаватели используют. Поэтому личное все-таки общение играет роль. Мы могли бы общаться дистанционно, но это было бы не так классно. Да, это точно. Еще вопрос по поводу дистанционного образования. Смогут ли студенты университета в будущем получить диплом удаленно? Я, честно говоря, не знаю. Если они хотят получить диплом, то это не то, зачем к нам люди приходят. Позволит ли ты министерство выдавать диплом удаленно? Да, уже позволяет. В принципе, это реально. Но, come on, ребята, мы сюда не за диплом приходим. Правда? Ну да. Это все как это. Вчерашний день, позавчерашний день. Никто... У меня сын позавчера устроился на работу. Программистом. Ему 16 лет, у него нет еще диплома даже о школьном образовании. Он устроился на работу в международную компанию. Его никто не спросил, даже диплом. Не то, что... Никакой диплом его не спросили. Его просто спросили, соответствуют ли его здания резюме. Задали кучу вопросов. Он на эти все вопросы ответил. Дали тестовое здание. Он сделал тестовое здание. Они видят, что человек приносит пользу. Все, приходи, работай. Никого диплома, особенно в IT, не интересует. Поэтому ты можешь диплом себе распечатать на принтере. Любой. Гарварда, Оксфорда, какой угодно. Зачем? Как он сделает тебя лучше? Никак. Поэтому... Хочешь дистанционный диплом? Ради бога, можешь любой. Сейчас и Гарвард, и Оксфорд делают дистанционные курсы, там, двухдневные. Ты можешь получить диплом Гарварда настоящий, повесить его на стену. И что? И всего лишь диплом. Тогда еще вопрос по поводу университета. Планируется ли введение каких-то новых специальностей по типу тимлида, проект-менеджера и подобное? Дело в том, что мы работаем в рамках министерских программ. И по большому счету специальность, это тоже атовизм, который скоро исчезнет. Мы говорим о наборе, который предоставляет министерство. Мы можем выбрать, вот, может, компьютерные науки, например, да, вот эта специальность. И мы можем в рамках этой специальности готовить. Кого хотим, того можем готовить. Хотим, готовим программистов, хотим. Ну, что такое тимлид? Это не специальность, это роль. В рамках этой роли ты должен обладать некоторыми компетенциями, достаточно широкими. Можем ли мы их готовить? Да, вообще не вопрос. Можем, конечно. И сколько нужно, чтобы подготовить тимлида? Ну, только посмотреть, каких компетенций не хватает, и эти компетенции включить. Это не специальность, это просто подготовка определенной роли. А вот программист – это специальность, потому что она обладает огромным количеством знаний. Невероятным. А вот тимлид – это менеджер, это управляющий, да, это играющий тренер или главный. Это, собственно говоря, апгрейд уже программиста. И я подозреваю, и, в принципе, я почти не сомневаюсь, что есть должности, которые не могут быть получены в рамках обучения. Есть роли, которые ты можешь вырасти в рамках компании. Например, нету такой должности, например, и программы обучения, там, собственник. Ты можешь стать собственником или не стать. Ты можешь обладать знаниями менеджмента, налогообложения, подбора кадров, стратегического планирования. Это все знания, которые ты можешь получить в рамках какой-то профессии. Но собственник – это просто решение. Ты стал собственником вообще, например, без образования. Ты просто взял, зарегистрировал в компании, опа, собственник. Все. Это не профессия. Также тимлид – это не профессия. Это ты можешь стать им в компании, если ты не можешь прийти, тебя взяли тимлидом. Если ты никогда не был тимлидом или у тебя образование тимлида. Ну вот так. Хотелось бы у вас поинтересоваться по поводу того, какое мнение вы имеете по поводу стипендий в университете. Является ли это часть какой-то принципиальной, чтобы не, как сказать, расшатывать студентов внутри университета. Или наоборот, это создаст дополнительную мотивацию для их обучения. Стипендия – это идеологически изначально была придумана как возможность человеку, не имеющему какого-то другого источника к существованию, жить, чтобы учиться. Потому что если ты учишься, предполагается, что хороший студент будет учиться настолько глубоко, что у него не хватит времени заниматься чем бы то ни было еще. И это, в принципе, было логично. Во что превратилась стипендия сейчас? Это некоторая подачка от государства, что, типа, прикольно, ты получаешь какую-то сумму, явно на нее не проживешь, но это там на сигареты хватает. В рамках, например, государственного образования, государства, которое думает о том, что ему нужны люди, которые бы в будущем стали частью, условно говоря, наше образование родом из Советского Союза, где были государства, были рабы. Потому что они были рабы, потому что их обеспечивали питанием, проживанием, у них не было собственности. Потому что чем раб отличается от свободного человека? У них нет ни собственности, ни свободы. У нас не было ни собственности, ни свободы. Согласны? Ну да. Как бы это ни печально звучало, но это было рабство. Может быть, какое-то цивилизованное, но настоящее рабство. Но рабов же надо было обучать, но они должны были на что-то питаться, у них собственности нет, источника заработка нет, им нужно на что-то жить. Но им давали деньги, чтобы они могли не умереть с голоду. Вот это атовизмы, вот это вот рабской системы, в которой мы существовали. Сейчас есть государственные университеты, и государство еще выполняет роль такого рабовладельца, немножечко пытается, но уже денег не хватает, они не могут себе позволить быть рабовладельцами. Поэтому отпустили всех, сами выживайте. И есть частные вузы, которые другую идеологию исповедуют. Нам не нужны рабы, мы не хотим воспитывать рабов, мы хотим воспитывать свободных людей, у которых свободное мышление. Чем образование? Нашь отличается от образования, например, государственных вузов. В большей степени мы выстраиваем другие цели, мы ориентируемся на потребности рынка, на потребности студентов. Мы хотим сделать по-настоящему. Заявили, что мы подготовим программистов, вот мы из вас готовим программистов. Что делают классические вузы? Отрабатывают процесс. У них есть процесс, они его отрабатывают. Нужно читать политэкономику, он будет читать политэкономику. Должен профессор читать политэкономику, будет профессор читать. Знает ли человек современную политэкономику? Не знает. А нафиг политэкономика вот такая, например, программистам? Не знаю. Ну, сказано, делается. Ну, то есть, они не задумываются о целях. мы это чувствуем поэтому мы делаем это по-другому в школе все еще круче потому что школьное образование выстроена вообще подготовку рабского мышления где есть главные педагогический состав которые могут и должны тебя прямо заставить делать именно то что нужно по звонку стал по звонку пописал по звонку покушал все значит это в группе все за партами сидят встали значит нету цели подготовить свободного человека который чувствует которая даже не то что чувствует который может оспаривать чужое мнение нас не учили в школе и не учат до сих пор критическому мышлению почему потому что мнение сверху не должно быть оспорено даже мысли такой не должно быть что там ошибаются и в школе так учат есть правильный ответ и неправильный не могут быть двух разных правильных ответов правильный ответ находится на последней странице в учебнике и не дай бог тебе ошибиться ошибиться вообще нельзя за ошибку штрафуют правда школе до школа это такое место в котором почему так потому что нельзя ошибаться ты роботы винтик шестереночка которая там тебе нельзя иметь свое мнение ты стратегическое мышление вообще исключено ты не должен заглядывать будущее ты должен думать о том что будущее за тебя все подумали и это до сих пор нашей школе есть и дети которые приходят к нам самостоятельно может быть кто-то может вырваться из этой вот серой массы да и потому что это все но творчески натура прорастает и они к нам попадают а в основном родители нет не думают об этом не чувствуют беды в этом потому что их дети становятся просто серой массы из которых уже потом ничего не сделаешь ничего не вылепишь к сожалению к нам и такие приходят и думаю что у любого у любой группы где-то больше где-то меньше есть люди которых ничего не интересует им ничего не нужно их ничего не увлекает они в своем каком-то таком узеньком маленьком гробики живут их не увлекает возможность знать больше быть лучше потому что их всегда в школе били за желание стать лучше били за критик какую-то критическую вот вопрос например да почему так а почему почему может быть по-другому нет вот я знаю сказал ты дебил там ты значит слушай меня я здесь главное преподаватели не ошибаются ошибаются преподаватели любой человек ошибается он человек но нас в школе и вот многих детей испортили а это ужасно потому что родители отдают профессионалам и не надеяться на то что здесь люди которые знают как правильно воспитывать а на самом деле они убивают творчество они убивают инициативу они заталкивают в стандартный вот такой вот коробочку и мы получаем потом людей которым ничего не интересно это печально и грустно и ужасно я с этим намерен бороться насколько мне известно недавно открылась школа ушага да можете немного рассказать про то чем вот это образование будет отличаться от обычного школьного это фантастический проект который как раз построен тоже до той более который я говорю потому что у меня трое детей я точно так же переживаю за них я не хочу чтобы они ненавидели школу как вот у меня средний сын ходил в школу да и старше когда я ходил в школу тоже очень не любил туда ходить и сейчас когда дочка младшая пошла в школу надо было найти для школа для меня главное бы не отбили желание учиться уж это же невероятно всем все же ходят с удовольствием в кино смотрит они нам нравится получать новую информацию нам нравится что-то новое это нормально это природа человека но при этом школа которая дает новые знания она вызывает отвращение у многих детей отторжение пушите знание не интересно несовременно и неприменимы общем глобальный отстой еще и люди не интересно это все еще и злые вот как сделать так чтобы школа была настоящей чтобы она приносила удовольствие и развитие одновременно чтобы дети ходили в школу как на праздник да вот это звучит смешно но на самом деле это возможно но как в академию ходят удовольствием получают удовольствие дети а в школу не хотят а мы делаем то же самое и там учат и здесь учат только у нас интересно там отстой и вот мы трансформировали школьное образование так что-то теперь невероятно интересно мы запустили школу в киеве во львове результат фантастика просто у нас каждого ребенка свой компьютер мы выдаем бесплатно планшет предметы построены не на нудение преподавателя у доски она проблем на проектном подходе то есть мы обсуждаем какую-то проблему интересную да вот не знаю чтобы было если бы гитлер нас например победил вот как это бы развивалась и вот каждый может высказать вот и но сначала собрать он сначала разобраться из чего как прогуглить и набрать а потом поспорить да и отстоять а потом кто-то победил например вот кто-то отстоял насчет я должна сформироваться свое собственное мнение ты должен его отстоять должен его обосновать у тебя должны быть аргументы это куча процессов которые развивают ребенка совершенно в реальных навык который пригодится в будущем и вот такой урок бы был интересный или нам рассказывают там 1939 году это произошло такие-то армии туда-то с вашей-то будет все сидят нафиг это надо что не можем это википедии прочитать не про это а интересно совершенно другие вещи да интересно поспорить интересно высказать свое мнение и вот в этом я потребляю информацию и она усваивается куда лучше если в школе например меня честно не очень нравилось украинский язык литература мне не нравилось потому что не современно не интересный преподавать у меня был не интересный но другой стороны нужно знать свой язык нужно знать культуру как заставить никак заставить нельзя но можно создать условия при которых дети сами найдут интересный у нас например литература и язык совмещается с блогерством такой интегрированный курс когда задача детей сделать блок посвященный какой-то теме на лисе украинки или там шевченко и сделать его таким чтобы смотрели другие не просто если тебе не интересно ты не сможешь заинтересовать значит и надо разобраться что же интересно то есть ты разберешься то интересно подать а если ты будешь это все разбираться подавать то ты сам получишь удовольствие ты сам найдешь что же интересно и это будет это будет увлекательно и для тебя и для тех кто с тобой вместе этим занимает и ты тебе никто в этом заставлять не будет никто тебе не будет торжественным голосом декламировать стихи которые тебе непонятно то что они составлены из непонятных слов которые ты не используешь а здесь ты сам тебе нужно и ты уже сам копнешь и ты разберешь может быть да ты узнаешь какие-то там вещи под вытащишь какую-то какие-то знания которые тебя увлекут и значит это будет уже интересно другим и вот так да это вот совершенно другой подход и он невероятный результат дает а с какого класса можно прийти в эту школу с 5 с 5 класса и проучиться там получается до до 90 до получить диплом как сестра там подготовка к депак за новую ну то есть все нормально обретенная школа просто на построен других подходах где классно результативность когда тебе интересно у тебя тысячу раз больше будет это будет был мы приглашаем крутых миллионеров миллиардеров даже приглашали к детям на встрече где они могут позадать вопрос пообщаться с ними политиков ученых телеведущих актеров бизнесменов предпринимателей айти руководителей каждый раз в неделю приходит такой человек возможность у них просто нет возможности по-другому с ними поговорить а тут классно да по моему как раз таки такой школе я думал когда сидел на скучном уроке истории это было очень вот ярко описано и как бы все преобразовано в реальную жизнь такой интересный вопрос из знания о том что у вас очень много филиалов академии в разных странах мира чем сразительно или даже в основном отличаются студенты одессы от нам пения разрезан глаз студенты друг друга почти ничем не отличаются есть культурное отличие это важно люди одинаковые но просто культура вокруг них немножечко другая в но пение они живут других ценностях нам пение им интересно они понимают что они часть большой семьи нужно выучиться что вытянуть потом всю семью откуда-то из деревни они по-другому относятся к работе они более работоспособны но менее наверное творчески да вот интеллектуальный все-таки у них уровень ниже в среднем потому что наверное знаете как там 40 лет назад вырезали практически все нормально как это интеллектуальное население поэтому там такой естественно отбор был жесткий вот поэтому им тяжелее у них нет опоры да вот там у меня был дедушка там математика отец математика там дедушка колхозник отец колхозник да ты программист как-то вот выбиваешься сильно но везде студенты одинаковые везде не немножечко любят полениться немножечко разгильдяйничают вот но есть и гениальные ребята есть и слабенький и ответ и вот разница между ними только в них внутреннем стержне можешь ли ты себя заставить работать тогда когда не хочется волевые качества и вот это у каждого свое нету такого что вот страна с большими волевыми качествами с меньшими а вот таланты до в украине очень много талантов реально много больше чем наверное других странах не знаю почему ну даже исходя из того сколько студенты академии создавали и даже я помню тот период когда был маленький смотрел телевизор и по телевизору передавали как сделали перчатку тактильную и я помню этот момент смотрю шаг прикольно и как раз по моему в этот период я как раз пошел туда младшую академию и уже понимал что как бы все двигается в очень интересном направлении хотел еще спросить по поводу того какие выводы вы сделали для себя вот после карантина да никаких не вывод ну то есть мы живем и живем какие выводы какие мы сделали выводы после дождя или урагана ну какие ну есть классная такая книжка за это антихрупкость на сила талеба ну еще раз как бы посмотрел на это что до организация должна быть антихрупкой и быть готовым к любым проблемам нас наверно с детства учили как бы думая хорошим готовься к плохому вот мы всегда где-то там на черный день прибережем себе там какую-то там сумму денег в этом плане нам наверно легче потому что в европе там такого нету здесь у всех есть маленький запас жирка и можно пережить проблемы в европе все живут и в америке живут в кредитах то есть они всегда в минусе и мы много тяжелее я почему-то было другое представление о том что европа наоборот как-то формирует запасы они не 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 наоборот там 7 минут живут там все в долгах то есть найти американца без долгов почти невозможно там выгодно в долгах быть то есть там другая интересная экономика там в долгах тебе быть выгоднее если как только у тебя появляются деньги какой-то запас ты сразу не уплатишь налоги поэтому лучше быть в долгах и никому ничего не должен понятно а еще хотел спросить про ваше хобби чем вы занимаете и занимательство спорта так хобби у меня много хобби я человек увлекающийся мало кто знает но я учусь играть на скрипке вот потом я много путешествую это тоже мое хобби на самом деле все что я делаю это мое хобби я не ничего не делаю такого что мне не нравится то есть я принципиально не люблю какие-то вещи я их не делаю я нахожу человека кто сделает их за меня в этом как бы большое преимущество бизнесмена вот а получается что я делаю что все что я делаю мне приносит удовольствие поэтому все что я сюда приехал это мое хобби работа в академии то мое хобби увлечение школьным образованием педагогика это мое хобби я получаю удовольствие не помню кто сказал сделай работу своим хобби никогда не будешь ходить на работу вот так и это про меня я никогда не ходил до работы вопрос о развитии где вы искали инвестиции или даже где искать инвестиции стартапу из одессы с одной стороны денег много то есть тогда сейчас скорее за мной ходят инвестиционные компании предлагают деньги чтобы я у них взял а я не хочу потому что я понимаю что лучше бы я дедушка учил никогда не бери в долг и это хорошая очень мысль которая меня несколько раз уберегла от резких неправильных поступков я принципе тоже рекомендую никогда не берите в долг поэтому искать деньги далеко не всегда важно вам не деньги нужны на старте деньги не нужны сейчас можно много делать вещей абсолютно без денег на собственных знаниях и деньги еще те которых них в котором не хватает знать какая-то начальная инвестиция ну и знаю чтобы тебе хватило поесть например не думать о работе ну впахивать чтобы делать свои проекты я уверен это небольшие деньги могут дать друзья или родители знаете есть правило 3f у этих инвесторов family friends и full глупцы то вот вы можете кого-то обмануть сказать золотые горы вам дадут деньги ну либо семья или друзья на мой взгляд большое количество денег не нужно с другой стороны есть огромное количество инвесторов которые ходят но они умные они не дадут денег за просто дурацкую идею ну или просто за идею они за результат если у вас есть продукт который приносит деньги вот тогда к вам придут и дадут денег но если у вас есть идея за идею никто деньги не дает забудьте про это и даже не стоит на это дело тратить время надежде привлечь деньги а на чем же делать уклон во время питча если ты можешь заработать деньги сам зарабатывай вкладывай зарабатывай вкладывай зарабатывай и вот так ты постепенно постепенно но больше 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 это рабочая схема она работает гарантированно если ты хочешь эти деньги то тебе нужно быть уверенным в том что ты без них не обойдешься ну никак поэтому ты должен объяснить почему они тебе нужны и что эти деньги не тебе это деньги на проекты четко объяснить вот у меня сын подходит ко мне папа у меня нужно деньги у меня значит идея хочу сделать игру у меня вот команда уже есть и программисты это да 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 то я как ты будешь зарабатывать смысле ну как звуках ты видеть не дашь я так и заработать вот многие инвесторы на это смотрят именно так ты приходишь и деньги просить чтобы у тебя не были они должны понимать как эти деньги ты вложишь в этот бизнес свой вырастет он 10 раз и тогда они смогут 10 раз больше забрать вот на это и делай упор в печи если у тебя действительно есть концепция которая нет на твоем мнении а на том что реально работает если у тебя есть клиенты которые приносят тебе деньги которые вот как букинг да хорошие дни он хорошо приносил деньги куча денег было потому что все платили букингу гостиницы платили букингу клиенты платили букингу у него ему инвесторы не нужны у него деньги есть также инвесторы спрашивают зачем тебе деньги если у тебя хороший бизнес проект которым уже так деньги пересет не смотрят только тогда когда у тебя есть хороший бизнес проект который может приносить деньги но у тебя нету денег на масштабирование его на то чтобы вот из одного филиала сделать 95 вот тут нужны деньги понятно дело тебе их нету вот и здесь инвесторы придут а продавать что-то такое чего еще нету очень сомневаюсь это реалистично позубу его потратишь спасибо и наш вопрос постоянный который мы задаем нашим гостям немного переформулированные но для вас он будет вот таким если бы вы вернулись на 25 лет назад и встретили бы у себя какой совет вы дали бы самому себе вот у меня нету совета я думаю что я могу все испортить то есть я бы дал совет а я бы поступил бы иначе я бы не пришел к тому что я вот нахожусь здесь это очень страшно да потому что я очень доволен своим путем то что я сделал поэтому я бы посмотрел по наблюдал да по ностальгировал но даже не подходил бы очень интересно хорошо спасибо и мы перейдем к блицу вы можете отвечать коротко можете не отвечать можете пропускать можете отвечать как хотите то есть все ваши правила как вам удобно одесса или киев киев одесса или манхэттен одесса топ ваших 5 любимых книг думай медленно решай быстро маркетинг без бюджета манна маркетинг без диплома янче принципы далее боюсь что вот дальше я застрял а ну мы и сказали про антифрукты стали да антихрупкость а еще он этот самый ну sapiens sapiens лучше вот вот все эти книжки по полочкам и прямо вот вот очень рок или рэп рок счастье это быть собой топ-5 любимых городов где должен побывать каждый барселона киев нью-йорк прага сидней фрукты или овощи фрукты порекомендуйте это уже наверное для нас трех сотрудников шага которых мы могли бы пригласить сюда и они были бы интересными гостями нашего шоу то любой сотрудник шага может быть интересным гостям вашего шоу я не знаю кто еще был но я уверен что никто не откажет и эти люди то каждый человек у нас уникальный вот прямо вот не знаю возьмите шишковец туманова это просто вообще звезды уникальные люди которые имеют настолько широкое мировоззрение на правильное видение и настолько классное что я прям вот уверен что получится огромное удовольствие и последний вопрос венчурные инвестиции или недвижимость недвижимость хорошо спасибо вам большое спасибо а на этом у нас все дорогие друзья не забывайте подписываться на канал ставить лайки и ждите новых выпусков всем удачи всем пока